Расскажите про самый крутой поступок в стиле «Мне плевать, который вы когда-либо видели». Я стоял в очереди в кофейне, и тут одна женщина начала возмущаться, что у них нет органического молока. Парень у стойки, не говоря ей ни слова, без всякого колебания сказал «Следующий, пожалуйста!» и даже не принял у нее заказ. Когда я работал в кафе, женщина хотела заказать хлеб без глютена. Я ей ответил «У нас нет безглютенового хлеба». Она «А что, если я хочу именно без глютена?» «Мой коллега». «Ну, я думаю, тогда идите в другое кафе». Я не помню, осталась она, с ней кто-то был или ушла. У нас были блюда без глютена, например, омлеты, салаты, но хлеба не было. Когда я работал в кинотеатре, один мой приятель, Джек, который был помощником менеджера, всегда придерживался той позиции, что ему на все плевать. Он проработал там дольше остальных, был хорошим другом управляющего, так что ему все сходило с рук. Как-то раз одна дамочка потребовала вернуть деньги за фильм, который она досмотрела до конца. Она кричала на нас, как поехавшая, что фильм не соответствовал заявленному рейтингу PG-13. И что ей было невыносимо слушать ругательства с экрана. Я продолжал спокойно ей объяснять, что мы не можем вернуть ей деньги, поскольку сеанс уже закончился. А у нас в правилах четко прописано, что возврат делается только до 30 минут после начала показа. Она и не собиралась меня слушать, поэтому посмотрела на Джека, будто он сделает так, как она хочет. Он начинает говорить то же самое, что и я. И она опять его перебивает, вереща, что терпеть не может, когда в фильме есть мат. Джек закатывает глаза и говорит, ага, это пиздец, как плохо, а потом уходит. Представьте, как я офигел и какое лицо было у той женщины. Одна хабалистая тетка устроила скандал из-за купона на 25 центов. Скидка была на бутылку в 1,25 литра, а она хотела ее использовать для бутылки в 0,8. Когда купон отсканировали, скидка не прошла, потому что в покупке не было того, куда его можно применить. Кассир не мог ничего сделать, но Карен продолжала требовать, чтобы ей скинули эти 25 центов. В конце концов, парень, стоящий впереди меня в очереди, подошел к кассе, впечатал четвертак в прилавок и сказал, вот твоя чертова скидка на 25 центов, а теперь оплачивай свой гребаный счет, у нас тоже дела есть. Девушка на кассе в Амстердаме буквально перекладывала мои продукты с ленты сразу в пакет, даже их не сканируя. Она пробила только последнюю покупку евро за 2 и такая, с вас 2 евро. Ей было не просто плевать, а абсолютно поебать. Скорее всего, она отрабатывала последний день. Какая-то девушка обкладывала матом своего парня прямо посреди торгового центра. Чувак набрал своего друга, попросил, чтобы тот за ним заехал и ушел, лишив ее дара речи. Не знаю, чем закончились их отношения. Скорее всего, этим они и закончились. Когда мне было 15, я работал в дерьмовом фастфуде. Девушку, с которой мы вместе работали, уволили. Менеджер настоящая ведьма, останавливает ее на выходе из здания и говорит, чтобы та постирала рабочую рубашку и вернула ее обратно. Девушка тут же сорвала ее, швырнула в менеджера, вышла на улицу в одном черном лифчике, села в машину и уехала. Черт, жаль я не спросил у нее номерок. Я жила и работала из дома на очень загруженной улице. Как-то раз я услышала, что снаружи перепалка. Посреди проезжей части остановился внедорожник. Скорее всего, ссорились пассажиры. Остальные никак не могли их объехать. И представьте себе, машин через 10 от них стояло авто помощника шерифа. Помощник шерифа направляется к ним, и уже только по его походке можно понять, что он в бешенстве. До этого мне было ничего не слышно, но теперь разговор перешел на повышенные тона. Он потребовал объяснить, в чем дело. Водитель хотел, чтобы пассажир вышел из машины. Помощник спрашивает пассажира, чья это машина. Пассажир неохотно говорит, что тачка записана на водителя, но он тоже за нее платит. Помощник шерифа, выходи из машины. Пассажир, но... Помощник шерифа, сейчас же выходи. Пассажир выходит. Становится на обочину, как ему и сказали. Помощник говорит водителю, поезжай. Пассажир, а как мне теперь добираться до дома? Помощник, пешком, разворачивается, уходит в закат. Серьезно, я никогда не слышала, чтобы так сурово давали команду, как когда он сказал пешком. Помощника шерифа в тот день на зиллион процентов достало все это дерьмо. Около трех лет назад я летел внутренним рейсом. После того, как мы взлетели, малой, лет шести-восьми, сидевший в ряду позади меня, начал пинать мое кресло. Полет был недолгий, около полутора часов. Но меня бесит такая фигня. Поэтому я обернулся, и, конечно же, мама и папа этого придурка сидели по обе стороны от него, делая вид, что ничего не замечают. Сначала я любезно попросил отца успокоить ребенка, и он как-то уговорил его прекратить. Малой надулся, но похоже было, что до него дошло буквально на минуту. После чего он опять начал пинать мое сидение. И я снова обернулся, на этот раз без всяких любезностей. И сказал, что у них есть прекрасная возможность научить своего ребенка хоть каким-то манером. Поскольку это Норвегия, некоторым людям кажется, что им позволено больше, чем остальным. Так что дело пошло не так, как я ожидал. И его мать начала на меня кричать, что он всего лишь ребенок, и так он выражает себя. Именно в этот момент подходит бортпроводник. Я пытаюсь объяснить ситуацию, в то время как эти мамаши с папашей пытаются вывернуть все в другом свете. Типа это я тут закатил в скандал. Бортпроводнику такие неприятности ни к чему, потому что мы в километрах над землей. И он пытается объяснить, что не стоит пинать сидение, потому что это неприятно, и нам нужно прийти к перемирию. Он уходит. Пинки продолжаются. Поэтому я просто беру свои вещи, подхожу к местам прямо позади их ряда и спрашиваю женщину, не будет ли она так любезно подвинуться к окну, чтобы я мог занять среднее сидение. Она просто улыбается и кивает. Я сел прямо за мелким и минут 45-50, которые нам оставалось лететь, пинал его кресло. Одна покупательница бросила моей бывшей начальнице деньги на прилавок, хотя та протянула ей руку. Поэтому, когда начальница подошла, чтобы отдать сдачу, то также бросила деньги в ответ. Монеты разлетелись во все стороны, но выражение лица той женщины было бесценным. Лично я этого не видел, но эту историю рассказывали в ресторане, где я раньше работал. Мой друг, страдающий аутизмом, проходил там собеседование с шеф-поваром на подработку. Шеф задал вопрос и получил следующий ответ. Когда у нас за парой, я могу вести себя как полнейший мудак. Как ты к этому относишься? Ну, если это так, тогда я не хочу с вами работать. В Костко, магазин клубного типа, один пожилой джентльмен орал на моего босса, потому что оказалось, что все парковочные места для инвалидов заняты. Босс попросил его данные, чтобы заполнить жалобу. У нас был небольшой бланк для таких проблем. Ничего официального, по большей части, просто чтобы заткнуть недовольных. У вас есть членство? Нет. Ну, вот, пожалуй, и все. Босс кинул бланк в мусорку и ушел. Старикан был в шоке. Один наш учитель в старших классах уходил на пенсию. Я помню, как в день выпускного экзамена он раздал тесты, потом сел за свой стол и начал читать газету. Он полностью раскрыл ее перед глазами. Получилось, что он не видел нас, а мы не видели его. Отличница, сидящая на первой парте, закончила раньше всех и передала свою работу дальше по рядам. Ответы были у всего класса. В тот день ему было абсолютно насрать. Это была я. Я работала в круглосуточном ресторане. В основном я работала по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. С шести вечера до четырех утра. Наш менеджер был уверен, что я хочу его подсидеть, поэтому писал на меня докладные по какой-то нелепой фигне. Однажды он написал мне выговор из-за плохого отзыва гостя, хотя я в тот вечер даже не работала. Из-за этого у него возникли проблемы с региональным менеджером. Короче, двигаемся дальше. Дальше субботний вечер на часах 5.45 в зале полная посадка. Я выхожу на работу, а он тут как тут с очередной докладной. На этот раз за то, что в мою прошлую смену на кухне не осталось ингредиентов на какое-то блюдо. Я тогда даже не принимала заказы, но виноватой, конечно же, была я. Я просто вернулась к своей машине, сняла рабочую форму, переоделась в обычную одежду и подошла к раздаче, где менеджер стоял с персоналом кухни и несколькими официантами. Он обернулся в мою сторону и сказал, в какой зоне мне сегодня работать. Я посмотрела ему прямо в глаза и ответила, я так не думаю. Он повторил свои слова, на что я опять сказала, я так не думаю. В этот раз я протянула ему свою униформу. Когда я повернулась, чтобы выйти из ресторана, он крикнул мне вслед, ты не можешь уйти, у тебя сегодня стоит смена. Я обернулась, расправила плечи и ответила, о нет, дорогуша, вообще-то могу, и именно так и сделаю. Последние 6 недель я работала всего по 37 часов в неделю, так что по закону я считаюсь сотрудником с неполной занятостью. Так что мне нужно просто подать заявление об увольнении, а тебя предупреждать я не обязана. Он позвонил мне примерно через час и умолял вернуться. Не, чувак, пошел ты нахрен, этому не бывать. Был у нас в универе профессор физики, который вечно придирался к некоторым студентам, в основном ко мне и к нескольким другим ребятам. Однажды мы писали экзамен, и он снимал баллы из-за всяких мелочей. Например, когда ответы были правильные, но ему не нравилось само решение. Типа такой фигни. И у нас по баллам выходило 2.20, что было довольно-таки нечестно. Профессор сначала нас обосрал, а потом встал к доске, чтобы решить задачу, и сделал тупую ошибку. Примерно из-за такой же почти вся наша группа чуть не завалила экзамен. Один из парней поднялся, написал на доске 2, показал ему фак и вышел из аудитории. Поистине тот герой, который нам нужен. К нам перевелась новенькая, но она не была особо общительной. А еще у нее были короткие волосы, и у нас был такой район, что многие над ней из-за этого смеялись. Однажды к ней подошел какой-то парень и начал называть ее лесбухой и ковырялкой. Думаю, ее уже в конец достало, что ее постоянно задирают, поэтому она ответила, у меня рак, так что иди нахер. В старшей школе я была в выпускном классе, а этот парень в десятом. Мы вместе ходили на занятия спортом. Он постоянно отпускал противные комментарии с сексуальным подтекстом в мою сторону. Мерзость. Я пожаловалась учителю физкультуры, но он просто посмеялся. Последней каплей стало то, что тот парень схватил меня за задницу, когда мы выходили из автобуса после экскурсии. Я вышла, отдала вещи подруге, и как только его ноги коснулись земли, я на него набросилась. Я навалилась на него всем своим весом в 50 килограмм. У него даже не получилось меня ударить, хотя мои друзья сказали, что он пытался, лол. Я дала ему в глаз, разбила нос, вырвала клок волос и очень сильно поцарапала. Остановилась, когда он свернулся калачиком, встала и просто ушла домой. Это было офигенно. В понедельник меня вызвали к директору, так как драка была на территории школы. У учителя физры возникли проблемы, потому что он ничего не предпринял, и его на месяц отстранили от работы. Чела отстранили от учебы на три дня за то, что он схватил меня за задницу. Когда он вернулся на уроки, его лицо все еще было хорошенько раскрашено, и его нещадно дразнили за то, что ему надрала задницу девушка вдвое меньше. Он вырос и стал метамфетаминщиком, и не слез с этого даже после тюрьмы. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео расскажите свои похожие истории, и не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока!